I have ways of blowing things up. Ничего не хватает, недостаточно ресурсов для... Да, у меня воды не хватает, отлично, я вас понял. Вода производится, мне надо, чтобы ее больше строили. Да, люди голодают, сейчас сбор пшеницы исследована, тут мне не хватает людей, потому что мне некоторые сказали, что им, наверное, не надо. Так, автоматизацию сбора давай, наверное. Вот. Я могу... А, не могу. Знаете что, давайте... Я себе еще просто этих водных... Собирал их-то сделаю. Где они? А вот они. Ну, то есть я не вижу проблем, надо было опять же это сделать сразу, почему-то я подумал, что на три фермы... Экстракт, давайте, наверное, амбар, что ли. Ну, пусть, пусть четыре дня, но нормально. Так, мы же ускоряемся? Ускоряемся, отлично. Он спит? Спит. Люди голодные, голодные. Разведка пошла, пошла. Всё хорошо. Сорок пять. Ещё кто-то с голоду помер, да? Да. Ребят, давайте скорее, пожалуйста. Принесите, чёртов, камень. Будет кто-нибудь так любезен. Так, знаете чё? Это всё собрать нафиг. Это вторая каменоломня у нас, да? А, это испаритель. Погодите, мне надо стекло, у меня вообще есть стек... У меня нету стекла. Так, офигля, оно у меня ещё не скоро будет-то. Видите, едут потихоньку хорошо. Так, это я сбор ягод законсервировал пока что. Вот это вот собирать. Все, кто есть. Фига себе, у меня ещё шесть человек откинулось только что от голода. Мне срочно надо, чтобы вы что-то выращивали, а вы нифига не выращиваете, ребята! Пожалуйста, давайте скорее. Собиратель травы. Ладно, одного оставлю. Выращивайте на фермах еду, пожалуйста, будьте добры. Вон, помидор. Свекла. Давайте, давайте, чтобы хоть что-то росло. Сюда автомати... Почему я не могу сюда автоматизировать? Не хватает знаний. Серь... Так у меня же есть автоматизация, вы чё издеваетесь? Производство. Вот, улучшенная автоматизация сбора есть. Сюда мне надо два человека, но мне теперь людей не хватает из-за того, что они дохнут. Он уйдёт, я за него рад. Хе... Мммм... Не хочется, чтобы... У меня тут могила, если здесь не плала... А! Я понял. Хе-хе-хе... Кочевники. Погодите, я не могу отправить, если у меня их не двое? Нет, блин, ну на самом деле такой сильный. Он сейчас тоже сдохнет, смотри. Мне очень сильно людей не хватает сейчас. Еда вроде начала потихонечку расти, вода потихонечку вроде добывается. У меня очень сильно снизилось количество людей. Да, я сейчас их прокормлю, наверное, уже из того, что есть. Начала появляться вода, уже начала появляться еда. Оно что-то как бы растет, но, блин, мне придется потом очень много набирать их. Мастерская плотника, ты у нас кто вообще? Почему ты бездействуешь, дружище? Хранилище. Давай я отсюда уберу одного человека. Отсюда убрали. Тут у нас и так уже один тут остался. Отсюда я уберу назначение, отсюда тоже одного уберу. Назначение минус один. Пусть по два, но, по крайней мере, пусть они хоть что-то копают. Так, теперь здесь убираем все эти назначения. Пусть остается один, хорошо. В кухнях по одному человеку. Этот идет, этот идет, этот работает. Тут по одного убираем. Чел на травнике. Убираем назначение. Пока что. Пока что. Мне вроде травы хватает. Убираем доктора. Потому что мне сейчас не нужно забирать. И лягут, к сожалению, тоже все квоты закрыты. Так, взять к себе, конечно. Плюс три здоровых жителя пришло. Отлично. Мы как раз сейчас... Сюда дайте одного. Мне сейчас очень не хватает людей. Так, дом исследований. Ну, тоже одного убираем, поскольку один остался. Хорошо, хоть какие-то исследования идут. Спасибо. Тогда, получается, назначим. У нас есть кого назначить? Нет? Есть? Так, тут двое. Отлично. Тут двое. Блин, мне бы как-то второго разведчика-то добавить. Я не помню. Это нужно через хаб назначений. Мастерская. Так, для воды. В том, если... Я забыл, у меня есть это здание или нет для назначений. Так, ты у нас, дружище, тоже законсервирован пока что. Законсервирован. Ничего сейчас не производим, ничего сейчас не делаем. Работаем, где можем. Все, отлично. Есть двое. Мы можем идти... На исследование. Так, давай сюда... Нет. Давай, наверное... Ладно, давай сюда. Формируется группа. 31 человек. Вроде пока что все живы. Что мне тут по хавчику? Вода так. Сухо. Свежий воздух. Остров. Помидоры соответствуют. Вода соответствует. Свекла соответствует. Отлично. Почему у меня на грибоедах три человека? Давайте одного оставим, фиг с ним. Одного вернем на травника. Нет, я пошутил. Вот сюда. Не будет тут лишний человек? Вроде пока все живы. 31. Следим за этим. Открыть карту. Это они уже сходили и вернулись. Молодцы какие. Отправить. На один день. Ну блин, не голодайте, ребята. Ну блин, ну есть же еда же. Давайте, давайте, давайте. Выкарабкивайтесь. Еда просто впритычок пока что. Но она есть, по крайней мере. Вот что-то выращивают, что-то готовят. Что у тебя готовят, кстати? А, это очиститель. Так, посмотрим. Ты у нас кукурузу готовишь, что у нас... У меня кукуруз-то выращивается или нет? Тут у нас свекла. Тут у нас помидор. Тут у нас свекла. Давайте пшеницу. И будем тут готовить... О, минутку, я же могу грибную похлебку готовить. Что у меня там... А, у меня грибов тоже не особо. Ягодные мюсли, свекольник, жареный помидор. Давай на жареные помидоры перейдем. Тут ягодные мюсли. Тут свекольник. Помидоров у нас тоже не особо много, но, по крайней мере, хоть что-то. Так, окей. Практически боремся за выживание. Он бы свернул. Ну, ладно. Так, 31 человек. До сих пор живем. Хорошо. У нас случайно резко упало с 50 с чем-то. Вот, собственно, 30. Давай, наверное, вот это вот соберем, если можно. Спасибо. Все равно голодные ходят некоторые. Но ничего не поделаешь. У нас, вон, 5 порций свекольника появилось. Давайте, идите похавайте, пожалуйста. Вот, один поел. Не ходите голодными. Идите, поешьте. Ягодные мюсли у меня где-то готовятся. Вот, вот тут вот ягодные мюсли. Давайте. Так, а ты у нас торговец... А, да. А, ларек с едой. Пусть он сюда лучше приносит, да. Окей. Так, открываем карту. Мы можем пойти... Давайте в светилище сходим. Ай, страшно, трудно. Трудно, страшно. Многие свои ошибки осознаешь уже потом. Так, мне нужен сборщик ягод. Желательно два, если есть. Ладно, хотя бы одного. О, там поселение. Там можно будет запастись людьми. Что у меня по воде? Так, ягоды начали появляться. Морская вода. Так. А мне нужно чистить льда, который... Где он у нас? Барится, собственно, и токсичный... А, использует... Ммм, не то. Это вот это мне надо. Испаритель. Блин, мне надо стекло. У меня стекла нету. Это печально все. Ладно. Отсюда уберем одного человека с карьера. Все, они начали более-менее нормально питаться. Так, у нас засуха, не засуха. Пицепилка, экстрактор желчи. Погодите, я сам лучше посмотрю. Ларекс еды у нас есть. Коттедж, амбар, очиститель. Новую культуру. О, у меня есть мельница, кстати. Давайте так. Заброшенное поселение. Потом можно будет еще в поселение сходить, другой, которая там. Так, ладно. Если я просто скажу вот эту вот фигню собирать, вы что сделаете? Еда у нас, по крайней мере, хоть немножечко балансирует. 30 пшеницы. С пшеницей я пока ничего не могу делать, да? С ягодой, помидорами это все нормально, они едят. Мне нужны новые люди. Потому что у меня слишком много людей умерло, а уже все строения, которые я сделал, они рассчитаны под большее количество людей, к сожалению. Так, давайте одного доктора, если будет. Это же мастерская, погоди. Фиг с ним. В мастерскую тоже надо одного. Вот доктор. Лекарь необходим. Так, взять к себе, пофиг. Какие больные, не больные. Три здоровых, два голодных принимаем. Даже голодных принимаем, потому что с едой у нас сейчас стало немножко получше. Ягод вон много насобирали. В крайнем случае просто ягод похавают. Перекинуть ягодные мюсли, чтобы делали, и все нормально будет. Так, пусть готовят ягодные мюсли. Так, а, сейчас жарко. У меня опять сейчас с водой будут проблемы. Это печально. Значит, помидоры, пшеница, свекла, кукурузу садим. Свеклу убираем. Садим кактус. Здесь. Давай тоже кактусы пока что. Ягоды и кактусы. Ягод у меня нормально. Мне кактусы сейчас нужны для воды, потому что если воды не будет, у меня опять будут люди страдать. Это будет печально. Так. Оазис. Нафиг с тобой. Давай, кстати, в оазис ходим, если получится. Так, разведчики пошли. Здесь мы одного человека добавим. То есть вот, у нас поприходили люди. У нас наконец-то... Так, что у нас? Кактусы растут потихонечку. Растут. А ты кто? Пшеница. Ну все, я пересадил тут на кукурузу. Хорошо. Здесь, значит, с жареных помидоров переходим на мамалыку. Здесь со свекольника переходим... Да пусть будут ягодные мюсли. Хотя нет, фиг с ним. Свекольник оставляем. У меня будут две кухни работают. Просто если я потом провтыкаю и забуду, это будет печально. Грибы потихонечку собираются. Мы там из пустыни скоро... О-о-о, скоро выйдем. Хорошо. Отправляем разведчиков. Прикольно. Можно прям впритык к ним стоять, смотреть. Выращивание кактусов в реальной жизни. Так. Ну, блин, я только стал с едой более-менее как-то... С водой в смысле разбираться. Построил вот эти фигли. А они не работают. Это печально. Не знаю, мне идти. Ладно. Вы сходили, не сходили. А, вы сходили. Вы молодцы. Мне нужны еще люди. Так, 36. Да, 5 человек пришло тогда, да? Отлично. Соберите вот это, пожалуйста. И вот это. У кого есть время, давайте, ребят. Так, что у нас? У нас песок есть, камни, плиты. Воды совсем немножечко. Ну, а у нас кактусы опять же идет, да? Я так понимаю. Да. Вода появляется, но в очень ограниченных количествах. То есть, по одной штучке она капает и моментально расходится на еду куда-нибудь. Ряд разведчиков. 10 камня принесли. Красавчики. Это прошлое. Хорошо. Теперь этот. Сынерская плотника. А что у нас по грибам? Грибы тоже подъедают просто моментально. Я пока поснимаю отсюда людей, просто я тогда не вижу смысла. Пусть они занимаются чем-то другим. Пусть они опять же вот эти вот ягоды собирают. Как-никак, а все-таки еда. Тут ягод расплодилось просто до задницы. Надо все это собрать и сожрать. Нас четыре. Ага. Древесины пятнадцать. Супер. Я там несказанно рад. Пусть таскают резы, поскольку... Все равно надо их чем-то занять. Я бы их лучше занял на добычу новых людей, но... Так уж и быть. Пусть таскают резы. Так, по хавчику у нас вроде как... Так, обработанной еды очень мало. Сырья достаточно много. Всего еды хватит до... Ну, типа на сутки запас еды у нас стабильный есть. Проснулся, опорожнился. Пошел. Красавчик. В доме травника у нас до сих пор не хватит. Блин, у меня очень много людей умерло, и это прям печально. У нас до сих пор жалко. Жарко и жалко, и засушливо, и вообще печаль. Так, эти пошли далеко и надолго. Когда мы уже выйдем из этой территории-то? Недолгое похолодание. Посмотрим, насколько оно недолгое, и что вообще это нам даст. Возможно, надо будет опять менять климатические условия. Так, вода наконец-то начала появляться. Спасибо. Я буду продолжать пока кактусы клепать. Тут у меня он собирает ягоды, и все нормально. Тут готовится кукурузная, тут готовится ягодная. Свекольник. Так, пока на заморозке стоит, но две кухни работают, и то хорошо. Так, 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 так. Тут у нас не хватает стекла, здесь у нас не хватает склад полон. А что я там делал-то, кстати, для хранения... Нет, не сборщик навоза. Подожди. Мастерская, испаритель. Молочуга, гриба. Нет, подожди, подожди, подожди. Дом травника, очиститель. Черт, я же что-то менял. Так, у нас вроде как холодно стало, мороз. Офига себе. Так, меняем на свеклу. Меняем на свеклу. Свекольники у нас начинают работать. И здесь культура не подходит-то, да? Так, хорошо. Так, ягодные мюсли оставляем, а мы малыгу меняем на свекольник. И здесь оставляем свекольник. То есть пусть будут ягоды и свекла. Хорошо, в принципе. Вы вернулись? Вернулись, красавчики. Приведите мне еще людей. Я в таком месте, что людей вообще нету. Ёлки-палки. Это печально. Так, вернемся к нашим, собственно, баранам дом исследований. А, во, 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 амбар. Амбар нужно склепать. Сделаем ему хороший приоритет. Хранилище сырья. Надо еще одно. И, наверное, еще одно. Чтобы было куда все это складывать. Смотрите, много ресурсов и их приносит достаточно быстро. Так. Все, супер. Ну, что тут заполнено? И плиты, и песок, и все, что хочешь. Мне бы стекла, кстати, достать где-нибудь. Вон есть железная руда. Так, что у нас по исследованиям? Скорость исследований 50%. Отлично. Мельница у нас. Давай еще и пекарню. Мельница. Так, амбар мы построили. О, амбар, кстати, немного и берет. Ну, типа, по ресам. Холодно. Ну, главное, все живы. 36 до сих пор. Так, это вы уже пришли. О, как там интересно все. 1-1-1-19 часов. Так, хорошо. Отряд разведчиков 15 грибов принес. Сходили, принесли 15 грибов. Нормально. Так, вон сюда уже камни натаскали. Дерево от досок натаскали. Сюда тоже камни натаскали. Это быстро построится сейчас. Ну, у меня пшени... У меня, кстати, пшени... А, у меня пшеницы достаточно много. А, и у меня сразу же назначится сюда человек, который будет... О, так это круто. Потому что пшеницы у меня много. Я сейчас понаделаю муки. Так. До сих пор холодно. Нормальная влажность. Сюда добавляем человека. Добавляем. Добавляем. Все, хорошо. Тут мы выращиваем свеклу. Мельница построена. Это я уже видел. Здесь уже работает человек. Вот он таскает туда... Опять железа нам. Глянь, пара. У меня же только железная руда. У меня железа нету как такого. Мне нужна плавильня какая-то. Ладно. Это надо будет качать. Хорошо. Так. Мука у нас пошла. Мука у нас пошла. Тогда мы можем... Вместо свекольника. Сейчас он доготовится. А как мне... А, мне пекарня нужна. Точно. Мне нужна пекарня. Что-то я тупанул. Сейчас она у нас прокачается. Ну, сейчас. Погодите. Минь, если она пекарня, прогресс ли она будет потерян? Нет. Я хочу, чтобы... Я не пойму, оно качается или я не могу сейчас его качнуть. Ладно. Ресурсы. Испарители у меня есть. Лавка рыбака. Железная печь. И стеклодув. Дайте я посмотрю, сколько у меня людей в исследовательской-то. Готовим исследование. Вот. В исследовании у меня сейчас будет два. Сомбу, кстати, придется, к сожалению, подождать. Мне не хватает очков для исследования. Пока не пойму, что происходит. Так, открываем карту. О, кочевники. Мне нужны эти кочевники. Надо до них дойти. Так. Мука у нас потихонечку мутится. Ягодки собираются. Ну, кинулся, кстати, прилично так. 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 Это есть, это есть. Вода. Наконец-то вода появилась в хорошем количестве. Надо... Пусть ее лучше будет с запасом, чем опять нам будет не хватать. Я не понимаю, что происходит с исследованиями. Почему я не могу... Большой котел, производительное, станем скорее с нами. Тут металл нужен, тут вода, камень. Видите, колесо появляется, когда исследования. Скорость у нас атаки уже x4. Детали миссии ведется разведка. Хорошо, хорошо, я понял. Давайте, давайте, ребят. Несколько зданий рухнули. В смысле, у меня что ли? Почему? А из-за чьих... У зданий есть износ? В смысле... Камень-дерево, ну, в принципе... Ну, взять к себе, пофиг. Три человека, отлично. Тридцать девять. Открываем карту. Блин, опять же ран приближается. Так, жарко. Меняемся на... Помидоры. Так, ты на кактусы. Ты на кактусы, ты на помидоры. Все, хорошо. Ягоды собираем, продолжаем. Свекольник... Помидоры. Свекольник один пусть остается. А, вон, большой котел качается. Странно, на самом деле, как это все происходит. Прогресс-то до этого не было. Ну, ладно. Свежий воздух, так. Есть у тебя, так что... День 85-й наступил, супер. Голодающих вроде нету, но пайки поубавились, к сожалению. Мне было приятно, когда их было там под 70, ну, в смысле показатель еды, в районе 70 был. Так, ну, вы собирайте ягоды потихоньку, собирайте, давайте, да. Вот тут у нас есть один прям присобиратель ягод. Он такой, повозился, повозился, ну, прикольно. Ловит рыбу, работает только тогда, когда он был окружен водой. Ну, блин, мы это уже прошли, хотя интересная штука была. Можно я, пожалуйста, сейчас что-то другое прокачаю? Смотровая вышка. У меня столько материалов нету, мне нужны стеклодувы, и всё. Коттедж, неплохо. Короче, да, мне нужны ресурсы. И по ресурсам мне нужна мастерская стеклодува, пожалуйста. Сейчас посмотрим, она качается или нет. Знания, что значит? Блин, вот эта фишка со знаниями, что нужно два знаний. Ладно. Оно потому и не качается, я понял. 49 воды принесли, вообще красавчики. Так, мы сейчас чисто на ягодах живём. Видите, да, не происходит ничего, потому что у меня не хватает на это знаний. Давайте вояние пока что тогда прокачаем. Зной. Это печально. А где мне, собственно, эти знания-то получить? Видите, вояние тоже не прокачивает. То есть, оно всё, что с шестерёнкой такой со знаниями, оно... Не хочет качаться. Экономный рацион. Это не смогу сделать. Легкое оборудование. Так, сельдхозяйство. Ооо. Да. Я понял. Всё, что не имеет такой фишки, типа, как знания, оно не будет прокачиваться. С одной стороны, вроде логично, с другой стороны, то ли... Я что-то в обучении провтыкал. Напишите, пожалуйста, в комментах, если кому не лень. А что вообще происходит? Как, видите, собственно, знания-то получать? Рекомендуемые исследования. Нет, я понимаю. Знаний ноль. Рекомендуемые. Рекомендуемые мне сейчас послали смотровую вышку, да? Да. И грибы. Но ни то, ни то я сделать не могу. Так, по ресам. Карьер. Блин. Давайте пока лавку рыбака качать. По крайней мере, на неё не требуется... Да, видите, а тут пошло исследование. Принесли песок. Красавчики какие. Песка у меня просто до задницы теперь. Муки много, пшеницы много. Вообще всё хорошо, да? Так, давайте с воды вас пока что поснимаем. Займитесь чем-то более продуктивно полезным. Кактусы у нас растут. Воды у нас, в принципе, прилично. С едой не то, что прям офигенно, но пойдёт. Помидоры у нас жарятся. Ты у нас давай на ягодные мюсли. Всё равно ягод много пока что. Давай из них будем готовить. Блин. Мне же говорили, что популяция-то была под 60 человек. И всё было рассчитано под это. Сейчас когда осталось 40. Это печально прям. Домов-то у меня по идее хватает, я так думаю. Всего людей, всего жилья. Людей 39, жилья на 98. Нормально. Голодает. Так, уже никто. Качество еды средненькое. Разнообразие хорошее. Качество жилья нормальное. Украшение пойдёт. Общее 123% занятость. 7 безработных бездействует. Ну вот они будут, в смысле бездействовать, они будут заниматься как раз тем, что им говорят. Они будут и собирать, и убирать, и всё, что хочешь. Вот это всё тоже должно быть урона. Давайте, поехали. Принесли соль, песок. Отлично, слушайте, соль. Соль это отлично. Это мы сейчас идём к хорошим блюдам. Так. Может быть, кстати, что у нас по грибам? Грибов 12. Тут жареные помидоры. Тут. Мюстры. Давайте вот... Грибную похлёбочку делать. Потому что грибов хватает более-менее. Давайте этим людей кормить. Опять же, число порций начало расти. И мне это радует. Всё хорошо. Сейчас скоро наши разведчики подойдут. Всё, ты всё перемолол. Молодец. Так, до сих пор жарко. Когда мы выйдем из этой... Вышли. Ну, практически. Вон граница. Хорошо. Вернулись. Грибы принесли. Так. В святилище. Поехали. Может, из святилищ всякого такого знания приходит? Сейчас посмотрим. У нас... Вон, знаний ноль до сих пор. Окей. Я тебя понял. Тут камень забито. Тут камень забито. Тут камень практически забито. У нас камня прям много. Хорошо. Ягоды собирают. Из ягод потихонечку готовят. Из грибов потихонечку готовят. Супер. Неподходящая температура. Давай свеклу. И тоже свеклу. Вот свекольник. Тут у нас что готовится? Помидоры, пшеницу. Давай тоже свеклу. И помидоры. Сейчас мы их дожарим. И... У, жареная рыба появилась. Давай, нет, не грибную похлебку. Давай свекольник тоже. Сейчас его скоро понасажают. Будет хорошо. Так, исследование подошло. Ну, типа, я могу. Сейчас у меня было три знания. И, типа, я могу это прокачать. Ну, ладно. Как же говорю, возможно, не до конца, по-моему, как это работает. В храм мы сходили. Чего не принесли? А, отряд разведчиков вернулся и получили три знания. Во-во-во-во-во-во-во. Я понял, как это работает. Окей. Шахта. Давайте. Я, правда, сейчас не туда отправил эти знания, куда мне хотелось бы. Но, окей, ладно. Чиним. Доски, камни. Это у нас все есть. Соль принесли. Супер. Давайте сюда пока что. Пусть они по шахтам пошарятся. Почему мельница-то рухнула? Вы чё? Она же свежее здание. Ладно, там те здания были старыми. Но мельница-то же была свежее здание. Офигеть! Ну, камни у нас много. Это все можно будет легко восстановить. Ну, блин. Это все прям печально. Все взяло, разрушилось. Гляньте, гляньте, как все сыпаться-то стало. Офигеть. Эти дома порушились. Я пока все это буду установить. Мне нет, наверное, смысла пока капризничать и... Так, кухня онбу. У меня тут три человека, которые на самом деле ничего не делают. Ну, ладно, посмотрим. Так. Что они там принесли? Соли пять. Угу. Кочевники. Блин, мне туда надо. Ладно, пусть пока идут в шахту. Идите в шахту. Лесопилка у нас скоро доделается. Сборчики морской воды давайте. Мы-то вообще не наводить. Зачем... Сборщик навоза? Ну, давай-давай, собирай, дружище. Делай свое грязное дело. Воды надо натаскать, чтобы у нас был запас. Где она у нас копится, кстати? Сотни воды, да, помещаются. Здесь. Еще воду-то можно хранить или нет? Или она искренне... Ребят, вернулись, принесли железную руду. Спасибо им огромное. Блин, музыка здесь просто обалденная. Я же говорю, что каким-то образом эта игрушка напоминает Дорф Романтик. Это то, что мы играли в начале года, и она прям классная. Так. Добренитли, посев, повышает урожай всех культур в этом здании. В чем требуется компост? Давайте... Нет, подожди. У меня же зданий опять никаких нету, да? Да. Хорошо. Плохо, конечно, но она хороша. Хорошо. Очиститель есть. Плацебо. Так, увеличить максимальное количество работников в этом здании. Внутри. Там не есть уже, да? Поблагодарить. Прибушает команда сна. Тоже есть. Тут везде нужны знания. Давайте. Ну, это ничего не стоит. Давайте мы его качать пока что. Будем. У нас еще есть. И лавка рыбака. Кстати, сколько она стоит в постройке? Давайте я ее поставлю. Как минимум, просто, когда мы дойдем до воды, чтобы у меня был этот вариант. Так же, как опреснитель, например. Что тут? Доски и... У нас все есть. И доски, и плиты. Дошли до того, что они есть. Так, древесины меня притащили. Спасибо. Ну, вот сюда еще сходите. Тоже древесину притащите. Он вот долго еще спит. И мне удается за это время перевзять оттуда абсолютно все. Так. Ребят. Не ленимся. Собираем. Давайте. Пост рабочих. Подкинем так. Сколько мне 30 человек? Хочу больше. Хочу больше. Трава сажать собирает руку, но пока не дано. Ну, ладно. Зачем мне сюда два человека? Одного вполне хватит. Даже вообще ни одного пока не надо. Потому что, если что... Низкая эффективность. Понятно, что низкая эффективность. Мы не на воде, дружище. Так. Сюда. Наоборот человека надо. И сюда тоже. И вот так. Да. Нам бы испаритель. Для испарителя вот это вот. Сомневается, куда идти дальше. Отлично. Я вам никак не подскажу, к сожалению. Тут не нужно железо, там нужно стекло. Вот и все. Соберитесь здесь, пожалуйста. Так. Экспедиция вернулась. Принесли древесину. Спасибо вам огромное, ребят. Давайте в заброшенное поселение заглянем. Ну, небо не заброшенное. Так. Все хорошо. Вроде. Холодно. Ну, наши культуры нам подходят здесь. Поэтому. Для посадок сельскохозяйственных воды у нас наконец-то 200 с копейками. Прям неплохо. Сейчас еще вот здесь поднакачаю. Ребята будут сейчас собирать. Будет хорошо. Устойчивость средняя. Так. Ты собираешь? Давай, давай, собирай. Вот не сюда надо, в светилище. Так. Взять? Конечно, взять. Два здоровых. Отличнейшее просто. Плюс два человека. Жить, опять же, им есть где, но им будет чем заняться. Сюда вам нужен один человек. Я пока закрыл, законсервировал. Если я добавлю. На ферме по три человека. Да, отлично. Они пойдут работать. Хорошо. Ну, это очень кстати. Если мы увеличим выработку еды. Хотя она у нас опять идет же с то с чем-то порцией. Но вообще никаких проблем. Так, тут мюстри, тут свекольник. Тут свекольники. Свеклы у нас много. И сейчас будет еще больше. Отлично. Ядовитый воздух. А у меня экстреминатор есть? Блин, я не помню. У меня хижина экстреминатора есть? Пофиг, пофиг, пофиг. Сюда. В лекаре, быстро. Блин, где у меня была хижина экстреминатора? Я сейчас не увижу. Печально. Я же его как раз на этот случай-то и строил. А сейчас... Так. Значит, вот это собрать. Вот это собрать. Собрать. Подожди. Подожди, подожди, подожди. Да, не то. Уйди. Уйди. Я их хотел в храм отправить, пока мы не ушли от него далеко. Давай. Поехали. Нормальная температура. Влажно. Так, что у нас... Вот это. Собрать. Мы опять через эту фигню идем, что ли? Лекарь, конечно, хорошо работает. Мне кажется, я же ставил домик экстреминатора где-то, но... Собиратель. Блин, у меня сейчас этих растений больных будет очень много, к сожалению. А, стой, так вот же он, да? Очиститель. Ребята, а может вам... Погоди, а разве это не так работает, что они автоматически пойдут выжигать все, что... ...всю эту гадость, которая накопилась. Блин, придется их вручную... ...ставить им приоритет в троечку. Вот это очень жаль, потому что можно выделить максимально... ...ну, каждое по отдельности, но ты не можешь выделить максимально все вместе. Блин. Вот так вот придется сейчас протыкивать. Говоря, надеялся на то, что... ...экстреминатор будет ходить и автоматически все это выжигать. Не получилось. Вот такой, знаешь, ставишь этого чела, и он... ...ходит и просто уничтожает тебе всю заразу. ...автоматически. Будем вот так вот их по одному потихоньку убирать. Они, конечно, размножаются. Это очень неэффективно, то, что я делаю. ...од lazier я comprar конечно. И nous давай conditionn Calver. ... ... ... ... ... ... Расходили, принесли в храм. Там было поселение, еще одно. Так, о, ачивочка. Мы, кажется, слишком много покормили, он будет стрибушать. Не слишком много, этого хотел для того, чтобы получить ачивку. Вот эти, видите, да, нам приходится вручную выставлять приоритеты, потому что они выставлены просто как на собирательстве, но не выставлены под 100%, ну, под усиленный приоритет. И поэтому к ним пока дойдет, они распространятся. К сожалению, приходится все эти приоритеты выставлять вручную, потому что иначе они слишком быстро будут распространяться, и мне это не выгодно. Так, повернулись. Открываем карту. Давай сюда, в поселение. Теперь в исследовании. У нас сколько? Шесть знаний, отлично. Мне там нужно было... Вот, мастерская стекла, погодите, мне нужно было... Пекарни, наконец-то, чтобы люди хлеб-то делали. Супер. Так, собирайте всю эту гадость, давайте. Уже избавимся, наконец-то. Вы офигели там? Или что, я только что... Ну, тут сейчас будет еще два облака, да ну нафиг. А-а-а, это бесит. Я только разобрался с этой гадостью, они начинают мне опять... Ладно, выставляем приоритеты. Больше людей, да, взять к себе, конечно. Два здоровья голодных принять. У нас с едой сейчас нормально, с жильем у нас сейчас нормально все. Поэтому... Тут никаких проблем. Мы просто восстанавливаем популяцию, нам бы вернуться до тех же... Пятидесяти с чем-то человек, шести-шестидесяти, которые у нас было. Было бы прям хорошо. Причем, смотрите, вот эта вот зараза, она распространяется. И на полях. Но таким образом, что ее не совсем заметно. Почему? От голода? Печальное зрелище. Наши жизни могли бы закончиться так же, если бы не наше упорство. Взаимовыручка, конечно, творческая... Погодите, почему? Я пропустил... Я пропустил время его кормежки? У меня же был и требушет на кормлении, и всякое такое. Вы должны сделать что-то, чтобы увековечить память о нашем непростом пути. Да, мы построим памятники взаимовыручки. Думаю, это отличный момент, чтобы окончательно уступить тебе место старейшиной деревни. Так... Погоди, станет невозможно дышать, уровень токсичности вырос, желудокон громко урчит, хочет есть. Так... Еда. Её каждый раз так вот вручную кормить? Супер. С едой мы справляемся. Отряд разведчика вернулся, с ним пришли люди. Так... 45 человек. Ты кто вообще? Открыт модификаторы враждебности. Поздравляйте, доступны модификаторы враждебности. Можешь выбрать дополнительные испытания в начале игры, чтобы проверить свои... А, спасибо. Покормите ещё раз, пожалуйста. Так, токсичность. Травление онбу. Надо его... Чтоб он... Немножечко скинул токсичность. Блин, смотрите, как тут всё разрослось. Минучка, я могу травника получить? У меня трав вообще нету, да? Так, опять придётся с еды снимать людей. 43. А, он у меня был закрыт чисто вот таким образом? Всё, тогда пофиг. Так. Эм... Так, ребят. Быстрее... Быстрее спиливайте эту гадость. Блин, оно разрастается и разрастается. Умирают от яда, супер. Те, кто не сдохли от голода, сдохли от яда, потому что я провтыкал... Так. В смысле нету доступных раз... Перестань делать муку. Так. Пострабочих на посту не... Так. Отсюда, конечно, уже кто-то сдох, оттуда уже кто-то сдох. Так. Экстерминатор куда-то вообще отпускаем, раз он нам не делает ничего. Эм... 25 человек. Ну конечно, потому что я же говорю, из-за того, что нельзя поставить приоритет... Ладно, да, я с травмами провтыкал. Тут я ничего не скажу. Но из-за того, что нельзя поставить массовый приоритет, чтобы они пошли и делали то, что нужно. Вот он шел, 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 бах, окочурился. Красавчик просто. Ну, елки-палки. Ну, я опять потерял половину населения. Короче, ладно. Вот это, на мой взгляд, огромное такое упущение, которое здесь есть. То, что, да, ты можешь выделить для сбора, например, какую-то территорию, но ты не можешь поставить приоритет, когда выделяешь вот так вот, например, максимум. И ты не можешь выставить, что прямо сейчас пойдите и уберите это. Вот. Также то, что, блин, у тебя группа из одного разведчика, этот сейчас второй тоже сейчас сдохнет, и ты никак не можешь пойти и привезти новых людей из-за вот этого. Скорее всего, или два поста разведчика, или что-то такое. Нет, на самом деле все классно, все хорошо, мне все нравится, но мы начали эту серию с того, что мы кое-как восстановили популяцию и заканчивается серия на том, что у нас эта популяция упала сейчас опять дальше некуда. Вот смотрите, вот этот сдох, этот сдох. Осталось 20 человек. Да, он бы надо еще и как-то лечить при этом у нас с аптекой Нелады. У нас много ресурсов базовых накопилось, но из-за того, что у нас вовремя не продвинулись нужные вещи. Согласен, опять же, тут во многом я провтыкал. Мы сейчас не можем ни стекло сделать, ничего, это нужно было сделать вовремя. В общем, я тогда считаю, что пока что на этом эту игру можно заканчивать. Она мне классная, она мне понравилась. Я уверен, что я сюда еще вернусь. Пока что на этой серии численность населения, потребность жителей деревни уменьшилась. Проверьте их верхние панели. Умирает от яда, умирает от яда. О, еще три человека. Четыре человека. Вот. Так вот, я думаю, что на этом пока что будем заканчивать. Пу-пу-пум. Сделаем паузу, поиграем пока в другие игры. А к этой серии вернемся. Я немножечко переосмыслю, подумаю, как что нужно сделать с самого начала, чтобы было правильно. И тогда уже вернемся еще поиграем. Пока что... Пока что? Пока что. Будем на этом с... Та-та-та-та-та. Ну, как бы... Да. Будем пока на этом прекращать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра-бобра. Всем молодушек. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добра-бобра.